В Пермском клубе инвесторов рассмотрели несколько проектов на основе протокола блокчейн. Правда, вкладываться в них пока не решились. Фонд поддержки промышленности начнет принимать заявки от бизнеса, а первые деньги предприятия получат уже в этом году. Пермские ученые готовы наладить промышленное производство из-за тропного кокса. О преимуществах разработки рассказали создатели. Главные новости к этому часу на Рыбака Перм, в студии Рустам Багизов. Здравствуйте. Пермские инвесторы не готовы вкладываться в проекты на основе блокчейн-технологии. Главная причина – отсутствие очевидной прибыли. Этого мнения придерживаются в Пермском клубе инвесторов. По информации исполнительного директора, они рассматривали несколько протоколов, основанных на блокчейне. Однако перспективных из них практически не было. По словам экспертов, технология распределенного хранения данных, популяризированная за счет развития криптовалюты, остается достаточно сырой областью для вложения средств. По их мнению, должно пройти несколько лет, прежде чем блокчейн станет интересен с точки зрения потенциального инвестора. Блокчейн сам по себе инструмент, а не проект, в который можно инвестировать. Это просто модное слово, это некая достаточно интересная технология, но пока мы не наблюдаем на рынке достаточно интересных проектов для инвестиций на базе этой технологии. Мы несколько проектов смотрели, один из них был Лики, Лики – биржа для обмена валюты. Заинтересовала, да, но не более того. На прошлой неделе Телеканалу стало известно о создании в Перми первого в России фонда развития блокчейн-инициатив. По словам организаторов, они будут собирать стартапы, создающие свои проекты на протоколе блокчейн, и оказывать помощь в поиске финансирования. Региональный фонд развития промышленности выберет предприятие, которое получит поддержку. В конце ноября эту информацию Телеканалу привели в фонде. С 1 ноября пермские компании смогут подать свои заявки проекта. Они пройдут экспертизу. В фонде ожидают, что в этом году поступит около 10 заявок. Поддержку уже в декабре получат 2 или 3. Всего на субсидирование проектов фонда в этом году предусмотрено 65 миллионов рублей. В 2017 и 2018 годах фонд должен получить еще по 100 миллионов рублей. Это средства, выделяемые Минпромторгом края из регионального бюджета. Поддержка от фонда не субсидия в чистом виде. Это займ под 5% годовых с определенными условиями. Сумма проекта у компании была 40 миллионов рублей. Это первое. И необходимо, чтобы компания не ставила сходу той же сумме, которую она дает на нас у фонда. То есть, по идее, любая компания, средний бизнес, крупный бизнес мог попасть к нам на получение займа. Отмечу, что фонд развития промышленности работает на федеральном уровне. Ранее прикамские предприятия получали субсидирование напрямую из казны страны. Федеральный фонд пока не заключил соглашение с краевым. И предприятия, подавшие заявки на региональном уровне, пока могут рассчитывать на субсидии только из краевого бюджета. Аналитики уверены, что в ближайшую неделю на укрепление рубля могут повлиять лишь налоговые выплаты экспортеров. Пока национальную валюту поддержал рост цен на нефть. После встречи министра энергетики России и министра нефти Саудовской Аравии, многие участники рынка уверены, что национальная валюта может остаться в коридоре 62-64 рубля за доллар, вплоть до встречи стран ОПЕК в ноябре. Пока американская валюта уступила рублю 22 копейки, курс на завтра 62-23, евро 67-73. Ученые Института технической химии в Перми готовы наладить промышленное производство изотропного кокса. Разработанная технология способна обеспечить продукции всю страну. Изотропный кокс используется в качестве сырья для производства конструкционных графитов. Они, в свою очередь, применяются при производстве военной техники и деталей в атомной промышленности. По словам ученых, технологии являются конкурентоспособной, так как на рынках Западной Европы и США, так и в Китае. В основном за счет низкой себестоимости. Они добавляют, чтобы обеспечить весь российский рынок своим продуктом, придется выйти на показатели. Всего 10 тысяч тонн в год. Это малотоннажное производство. Если внедрять на действующем коксохимическом предприятии, то это порядка 300-400 миллионов рублей капитальные вложения. Если делать такую установку с нуля, то это порядка 500-600 миллионов рублей. Затраты окупаются приблизительно через 2-3 года. Как поясняют эксперты, на данный момент всего несколько предприятий в России занимаются производством конструкционного графита на базе коксового сырья. Самая крупная – это челябинский «Донкарп Графит», входящий в группу компании «Энергопром». До середины 90-х в качестве сырья на предприятии использовали нефтяные коксы специальных марок, теперь пользуются отечественными аналогами, уступающими в качестве. По словам пермских ученых, их разработкой в компании заинтересовались, но инвестиционных предложений пока не выдвигали. Это были главные новости к этому часу. Эти и другие темы выпуска есть и на нашем сайте. Спасибо за выборы РБК и хорошего вечера. РБК «Перм». Дело. Фермерские продукты. Перспективы рынка. Сегодня в 19.35. Дело. Фермерские продукты. Продолжение следует...